Ну если бы продолжить идею Коха, то я согласился бы, чтобы войска стран СНГ с немецкими знаменами, которые были взяты в 45-м году, прошли по Кюрфюрстердам, по-моему, улице, центральной Берлины, и красиво было бы, чтобы все в Германии вспомнили, если кто-то начинает забывать, 45-й год, чем закончилась война. Не, ну Кох предложил в Берлине, если его идею продолжать дальше, то почему бы нет. Вот, приехали, потому что как раз вот руководители стран СНГ, ну кроме, которые вышли, это значит Грузия, Украина, страны Балтии не были в СНГ, а остальные приезжают, в общем-то, в Москву. 26 стран. Да, ну я говорю, там еще понятно, что какие-то другие приедут, какие-то руководители, или там более низкий уровень, зависимо от того, как каждая страна решит. Проблема в чем? Была война, и она закончилась, ну где-то с 8 на 9 мая, поэтому там в Европе отмечали 8 мая, у нас 9 мая в Советском Союзе в свое время отмечали. Вот на этом надо поставить одну точку, это война и окончание войны. Все остальное, как вели себя, ну и войска с одной стороны, и вот это построение так называемого социалистического лагеря, что это было, хорошо или плохо для стран, и как ведет себя сейчас Россия, это все другое. Надо вот отрезать 9 мая и сказать, вот была победа, действительно был фашизм, его победили. У меня, я говорю, отец воевал с первого дня Западного фронта и закончил в Германии. И слава Богу, остался жив. И я в память отца, я всегда 9 мая для меня праздник, и неважно где я нахожусь, и там будет парад где-то или не будет парад. Мне было приятно, что в Израиле тоже начали в этот день выходить. И не потому, что Россия ведет себя хорошо или плохо, есть факт исторический. А вот это, причем интересно на какие приватизированные деньги он живет в Германии, это так просто по ходу вопрос. Ну и второе, значит, если перейти на более язык менеджмента, то очень много можно говорить на разные темы языком Коха, но я думаю, в данном случае, наверное, не надо было влазить вот такие дебри.